Начало удельного периода княжества Южной Руси. И сказал Владимир Мономах, весной начнёт смерть пахать на лошади, а Половчин, приехав, ударит смерда стрелой и заберёт лошадь, и жену его, и губной его подожжёт. Повесть временных лет. Используя карту, объясните, почему в начальный период раздробленности княжества и земли Северной Руси имели военные, политические и экономические преимущества перед Южными землями. Причины распада Древней Руси. В 1132 году после смерти сына Владимира Мономаха Мстислава первое государственное образование восточных славян распалось. На месте Древней Руси возникло несколько самостоятельных государств. Начался удельный период древнерусской истории или период политической раздробленности. Распад единого государства был предопределён внешними и внутренними причинами. К началу XII века внешняя опасность, заставлявшая восточных славян объединяться, исчезла. Прекратили существование соседние враждебные государства. Хазарский. Каганат был разгромлен. Закончились набеги варягов. Переместились важнейшие торговые пути, которые проходили через Русь и связывали восток и запад. Военное единство потеряло своё значение, а киевский князь утратил роль общерусского военного предводителя. Местные князья стали полновластными хозяевами своих уделов. Распад государства дал положительные результаты. Земли княжества теперь могли больше средств использовать для собственного развития. Однако их культурное единство сохранилось. Киев оставался религиозным центром Руси. Митрополиту Киевскому и сия Руси продолжали подчиняться все православные приходы. Главная черта удельного периода отечественной истории – многообразие во всех сферах общественной жизни при сохранении культурного единства. Три типа государственности в удельный период. При всех различиях государств, возникших на обломках Древней Руси, им были присущи некоторые общие черты. Везде имелись три основные силы, обладающие властью – князь, дружина, городское вечие. Всё определялось тем, какая из перечисленных сил играла решающую роль. Первый тип государственности – монархия, с большой ролью боярства в жизни общества, был характерен для Южной Руси. Второй тип монархии, с главенствующей ролью князя, утвердился в Северо-Восточной Руси. Третий тип политического устройства – Боярская республика, с решающей ролью веча, стал преобладать в Северо-Западной Руси. Княжество Южной Руси – первый тип государства, сложился в Киевской и Галицко-Волынской землях. В Киеве, Галиче и Волыне князья опирались на дружину и зависели от неё. Иногда бояре даже вмешивались в личную жизнь князя. Так, в 1173 году галецкий князь Ярослав Осмомысл, 1152-1187 годы, вынужден был подчиниться решению своих бояр. Те заставили князя вернуть изгнанную им законную жену, княгиню Ольгу Юрьевну и её сына Владимира. Сам Ярослав был взят под стражу, а помогавшие ему друзья-половцы убиты. Княжескую возлюбленную Настасью галецкие бояре сожгли на костре. Конфликт с отцом заставил княжича Владимира искать временный приют у родной сестры Ефросинии Ярославной, известной героини слова о полку Игореве. Владимир Ярославович был участником неудачного похода против половцев в 1185 году, организованного братом его жены Новгород с северским князем Игорем Святославичем. В 1180-1198 годы. В 1187 году умирающий князь Ярослав вынужден был договариваться со своими боярами о передаче власти младшему сыну Олегу. Однако после смерти князя бояре посадили на престол Владимира, но потом изгнали и его обвинив, как и отца, в семейной измене и пьянстве. Волынский князь Роман Мстиславич воспользовался смутой и захватил Галич в 1199 году. Придя к власти, он жестоко расправился с боярами. В 1203 году князь Роман захватил Киев и встал во главе крупнейшего в то время государства в Европе Галицко-Волынского княжества. После смерти князя в 1205 году началась 30-летняя борьба его сторонников и наследников с галичскими боярами. Сын князя Даниил Романович только в 1234 году смог утвердиться в Галиче. В 1240 году он завоевал Киев. Южные князья совещались со своими дружинами, собираясь начать войну или заключить мир. Все решения принимались только с согласия бояр. Если князь по каким-то причинам не мог выполнять свои функции, реальную власть в южных княжествах брала в свои руки городской вечи. Так, в 1113 году Киевская Веча, вопреки существовавшему порядку престола наследия, пригласила на великокняжеский престол Владимира Мономаха. В 1125 году на Киевский престол снова по воле Веча был посажен старший Мономашич Мстислав. Кратковременное княжение в Киеве Юрия Долгорукова привело к конфликту с киевлянами. Князь, стремившийся к единовластью, был отравлен в 1157 году. Ситуация изменилась с появлением политиков нового поколения, которые не признавали первенства Киевского престола. К ним принадлежал Суздальский князь Андрей Боголюбский в 1157-1174 годы. Если его отец Юрий Долгорукий всю жизнь добивался Киевского престола, то Андрей дважды уходил из Киевского пригорода. Став великим князем, Андрей перенес свой стол в бывший пригород Суздаля Владимир на Клязьме, а в Киев сажал князей, находившихся в его подчинении. В 1169 году объединенные войска русских земель под предводительством Андрея Боголюбского напали на Киев и разграбили его. После этого значение южной столицы Руси начало быстро падать. В 1203 году город был вновь разграблен в совместном походе русских князей. После этого бывшая столица окончательно утратила свою прежнюю роль. Таким образом, в южных княжествах сохранились традиции управления, сложившейся в Древней Руси. Власть князя была ограничена боярами, старшей дружиной и вечем. Роль дружины в южных княжествах объясняется внешней угрозой. Главная опасность здесь исходила от половцев. Центр половецкой земли находился в междуречии Днепра и Дона. Отсюда половцы расселились сначала на Средний Днепр, затем в его низовье, в Предкавказье, Крым и в междуречии Дона и Волги. Отношения Южной Руси со степью, так называли половецкие земли, складывались сложно. Причиной были различия в образе жизни, языке, культуре и, главное, способе ведения хозяйства. Кочевники нуждались в продуктах земледелия и ремесла, которые производили оседлые земледельцы. Кочевые народы либо захватывали все необходимое в военных походах, либо налаживали торговлю. С сильными государствами кочевники предпочитали торговать. Если же это было невозможно или невыгодно, они начинали войну. Рассказы летописей о набегах южно-русских князей на кочевья половцев встречаются ничуть не реже сообщений о разорении русских земель кочевниками. Нередко были совместные походы русских князей с половецкими ханами против своих же братьев. Вооруженные столкновения с кочевниками сменялись мирными годами, ссоры, свадьбами. Многие князья женились на половчанках, либо сами были наполовину половцами. Например, половчанкой от брака, с которой родился Андрей Боголюбский, была первая жена Юрия Долгорукова. В роду князя Игоря, чей поход в степь воспет в слове полку Игореве, пять поколений князей подряд были женаты на дочерях половецких ханов. Таким образом, отношения между Русью и степью накладывали серьезный отпечаток на внутреннюю жизнь южных русских княжеств. Спасибо. Спасибо.